Значит так, у меня через месяц интервью с принцем Гарри. О, на английский кащится. Спасите, помогите. Изучай иностранный язык, найдите себе любовника. Любовник? Да чудесно, если он есть. Use it or lose it, да? Используй его или потеряешь. Алкоголь очень полезен, он помогает раскрепоститься. Да если вы знаете четыре слова, ваша улыбка и прекрасно. Да ну его, этот английский. О, да, нет, ну 12 не пойду учить. Ну вот если бы было два времени, я бы, может, еще подумал. Я не понимаю, что они говорят. Что с этим делать? Чтобы выучить иностранный язык, нужно всего две вещи. С вами Мария Анна Минскер. Нам надо поговорить о том, как уже наконец-то выучить иностранный язык. Со мной в студии преподаватель английского языка, автор книг, автор подкаста «Do you speak English» и других Екатерина Нигматулина. Катя, приветствую тебя. Спасибо, что нашла время. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Но я для зрителей скажу, что Катя не просто преподаватель, а преподаватель от Бога, что называется. Спасибо. Катя, когда речь заходит о том, как выучить иностранный язык, часто слышишь такую фразу «учу-учу». И в школе учил, и в универе учил, и репетитора нанимал, и в группе занимался, и все без толку. Как все-таки, расскажи, выучить иностранный язык взрослым, занятым людям? Марьяна, на самом деле, ты обозначила тот запрос, с которым ко мне приходят очень-очень часто. Именно так. «Учу-учу, никак не выучу». И тут нам нужно разобраться, почему так происходит. Потому что изучение иностранного языка и английского, в частности, очень часто связано с травмой, которая есть у человека. Эта травма происходит от того, что все говорят, что нужно обязательно говорить на английском языке. Тебе родители говорили в школе, в институте и так далее. И давление это просто зашкаливающее. Очень часто, к сожалению, нам не попадается хороший педагог в школе, например. Или каким-то образом методическая программа построена так, что ничего не работает. И мы начинаем английский язык или любой другой просто ненавидеть люто. И проблема в том, что, мне кажется, у каждого человека есть такой предмет в школе, который ты, попрощавшись со школой, думаешь, да никогда больше в жизни ни за что. Вот у меня так было с физикой. У нас была прекрасная педагог по физике, которую звали Елена Михайловна, но она нам, значит, пела на гитаре все наши уроки. И вот, к сожалению, если физику жизнь нам позволяет забыть, и я при этом полагаю, что физика — это удивительный волшебный предмет. Но она не нужна для повседневной жизни. А английский нужен. Совершенно верно. И вот эту травму мы несём с собой всю жизнь. Причём я преподаю очень давно уже, и я замечаю это именно у людей возраста 30+. Молодёжь гораздо более адаптивна сейчас. Они не боятся языка. Они растут в среде, где язык окружает их постоянно. Конечно. Ну вот приходит к тебе 30+, и задаёт этот вопрос. Вот как выучить? Учу-учу. Что ты отвечаешь? Тут, к сожалению, у меня будет, с одной стороны, очень простой, очень простой совет, а с другой стороны, очень сложный, который, боюсь, не всем понравится. Чтобы выучить иностранный язык, нужно всего две вещи. Это мотивация и время. И вот тут мы упираемся в очень большую проблему. Потому что, если мы говорим про время, очень часто нам сейчас обещают со всех сторон, что вы можете выучить язык за месяц, за две недели, за три месяца до уровня С1. Вы уедете учиться или работать за границу. И тут у меня есть очень плохие и очень хорошие новости. Это невозможно. Так не бывает. Язык не учится ни за месяц, ни за три месяца. Это процесс, которому нужно очень большое количество времени и, кроме того, вашего внимания. Потому что здесь есть ещё одна большая-большая проблема. Это информационная нагрузка, которую несёт каждый человек в сегодняшнем мире. Столько вещей, о которых нам нужно думать, это просто невероятно. А ещё туда засунуть английский язык, даже если я выделил себе 15 минут, чтобы поучить слова, у меня просто свободного места в мозгу нету, чтобы этим заниматься. А вот, кстати, сколько времени нужно тратить на язык в день? И как правильно? Допустим, по 10 минут, но каждый день? Или 2-3 часа, ну, выходные, вот я найду на это время? Ну, вот тут на этот вопрос ответить можно, если понять, какие у студента цели. Кому-то нужно сдать экзамен. Это одна мотивация, да, чтобы, предположим, поехать учиться куда-то. Кому-то нужно пройти интервью. Кому-то нужно просто путешествовать и использовать язык для туризма. Очень-очень разные цели, очень разные изначальные способности человека. И от этого, на самом деле, зависит, сколько его учить. Универсального совета нет. Конечно, чем больше, тем лучше, безусловно. Но я понимаю, вот я работаю со взрослыми, не у всех взрослых есть каждый день какое-то время, чтобы языку посвятить. Поэтому посвящайте языку изучению всё время, которое у вас на него находится. И вот тут мы должны остановиться на том, что это очень связано с мотивацией. Моя основная идея, которую бы я хотела донести вообще до всех, это то, что нужно как раз поменять свой настрой к изучению языка. Нужно полюбить этот процесс и получать от него огромное удовольствие. Изучение языка — это не только великолепные возможности, возможность путешествовать, работать, учиться. Изучение языка — это невероятный шанс, который даёт нам мир для того, чтобы посмотреть на этот мир совершенно по-другому. У нас есть прекрасный профессор в МГУ Терминасова, который говорит о том, что любой язык делит мир, в котором мы живём, на какие-то кусочки. И мы являемся заложниками своего языка. Когда мы растём в одном языке, мы видим мир через этот язык. Хотим мы того или нет? Есть такая прекрасная метафора, что если ты знаешь один язык, ты сидишь в тёмной комнате с закрытыми глазами. Если ты учишь второй язык, ты открываешь глаза и видишь, что вокруг тебя есть какое-то большое пространство, на которое ты можешь посмотреть. Если ты выучиваешь третий язык, ты открываешь окно и можешь выглянуть в окно и посмотреть, а, да там ещё какой-то есть мир. А если ты знаешь четыре языка, ты открываешь дверь и выходишь из этой комнаты. И вот язык нас, к сожалению, приковывает к культурной какой-то среде, к среде восприятия вообще мира. Есть такое понятие вообще в лингвистике непереводимости. В любом языке есть такие слова, которые невозможно одним словом перевести на другой язык. Ну вот, например, я приведу пример из французского. Во французском есть такое чудесное слово, которое называется convivialité или convivial. И вот когда ты первый раз встречаешь его в тексте, изучая французский, ты думаешь, а что это такое? Потому что convivialité – это радость от того, что ты сидишь за одним столом с человеком, ешь с ним еду, это очень важно, обязательно, вкусную еду, и при этом бесконечно говоришь и болтаешь. Как это перевести на русский? Абсолютно, абсолютно. И когда ты понимаешь, что такое есть, ты вдруг понимаешь, ага, так, погодите. Значит, вот так можно, и они употребляют его постоянно. Это то, с чем люди растут. Также таких непереводимости очень много в русском языке. Например, ещё Набоков заметил, что слово «пошлость» перевести на английский язык невозможно. Когда он эмигрировал в Америку, он описывал пошлость – это когда американская семья пляшет вокруг утюга, которую они только что купили, и вот они ему радуются. Мы, наверное, сейчас это назовём мещанство, но вообще понятие пошлости – это очень сложный концепт, который у нас есть в русском языке, который позволяет посмотреть и на искренность того, что человек делает, на то, насколько это адекватно или неадекватно ситуации. Вот этих непереводимости в каждом языке очень много. И они, на самом деле, описывают какие-то практики, какие-то истории, которые есть просто в культуре и каждодневной жизни людей. И это очень классно. Язык делает тебя больше, богаче. Он, на самом деле, дарит тебе ещё одну тебя. Потому что это просто невероятно. Когда я говорю на французском, я становлюсь немножко романтичной и прекрасной. Когда я говорю на итальянском, мне хочется делать вот так и кричать «Мадонна, мама миа!». Когда я говорю на английском, у меня идеальное чувство юмора. Я так люблю, как я шучусь на английском. Вот я не всегда могу так удачно пошутить на русском, потому что русский юмор другой, он отличается на английском. Сразу видно, что ты влюблена в языки просто. Ну давай чуть про мотивацию поглубже поговорим. Вот смотри, две ситуации. Первая. Ну, неплохо было бы знать английский, потому что я хочу приехать в Европу и чувствовать себя образованным культурным человеком, а не краснеть, подбирая слова. Я хочу поддержать разговор на любом уровне, на любую тему, на хорошем английском. Это одна ситуация. А вторая. Кать, значит так, у меня через месяц интервью с принцем Гарри. Ну, согласись, это разные вещи. Конечно, конечно. Вот я правильно понимаю, что в первом случае это вообще не мотивация никакая. Это можно бесконечно этот процесс изучения языка растянуть во времени, а во втором я буду собрана и сделаю всё по максимуму. Вот тут я с тобой не соглашусь. Мне очень нравится первая мотивация, потому что когда ты учишь язык для себя, потому что ты получаешь от него удовольствие, тебе хочется приехать и поговорить с людьми на их языке, что может быть прекрасней. С одной стороны, я могу сказать, да можно три слова знать, или вообще, как Эллочка-людоедочка, помнишь, парниша, 30 слов, и вообще вы всё объясните. Но когда есть вот этот запрос, просто, возможно, у человека нет этого стресса, и это классно. Вторая ситуация тоже великолепна. Это такая, знаешь, ситуация сдачи экзамена. Вот почему я, например, всем своим детям, подросткам, которым я преподаю, я им всегда рекомендую сдавать иностранные экзамены, которые есть международные, по-английскому, по-французскому и по-итальянскому, потому что ситуация экзамена, ситуация интервью с принцем Гарри, это определённый стресс, к которому тебе нужно собраться, и у тебя вырабатывается большое количество адреналин, у тебя есть мотивация, и ты делаешь такой скачок. А потом всё забываешь. Очень часто, да. Но ты не можешь в таком режиме функционировать всё время. Это очень сложно. Поэтому нужно найти внутри себя мотивацию. Я всегда говорю своим студентам, встроите язык в вашу ежедневную жизнь. Не боритесь с ним, примите его. Это как играть на музыкальном инструменте, на фортепиано. Вот одна из моих подруг, она профессиональный музыкант, и она говорила, что у них в музыкальном училище была такая поговорка, что если ты день не садишься за инструмент, наверстывать нужно неделю. Если ты неделю не садишься за инструмент, наверстывать нужно месяц. Если ты не садишься месяц, вообще больше не возвращайся. Вот тут я буду более оптимистична, но в языке тоже есть такая поговорка. Use it or lose it. Используй его или потеряешь. Но тут, понимаешь, возникает вопрос. Вот если, например, ты терпеть не можешь эти учебники по грамматике, и говоришь, ну вот, надо каждый день, Катя сказала, сейчас пойду, сяду, открою и сделаю. Но не получится это на долгую дистанцию. В языке нужно делать то, что тебе нравится. Вот, например, в группах, которых я преподаю, я им раз в месяц даю свободное домашнее задание. Что это такое? Я им говорю, дорогие мои студенты, выберите себе то, что вам хочется. Вот сделайте в языке то, что вы никогда не делали или хотели попробовать. Если вам хочется подписаться на прекрасного шотландца с бородой, пекаря, который, значит, готовит эти буханки красивые и говорит с этим прекрасным шотландским акцентом в социальных сетях, подпишитесь, смотрите на него. Если вам хочется смотреть YouTube-видео, не знаю, вообще распаковку какую-нибудь, или, например, неважно, или вы увлекаетесь фотографией, найдите какого-нибудь фотографа, который рассказывает на языке. Если вам нравится заниматься грамматикой, да прекрасно, сегодня, типа, занимайтесь грамматикой. Если вам хочется поучить слова, да прекрасно. Если вам хочется со своим другом переписываться голосовыми сообщениями в социальных сетях, пожалуйста, найдите себе друга. Делайте то, что вам нравится. А как лучше учить? В группе или индивидуально с преподавателем? Знаешь, это очень тоже частый вопрос. Это вопрос и простой, и сложный. Конечно, мы все разные. Кому-то больше подходит индивидуальный формат. Но я являюсь огромной любительницей групп, потому что нет ничего лучше прекрасной группы. Но прекрасная группа – это редкость. Потому что классная группа – это не только люди, которые вот с мотивацией какой-то пришли учить язык. Это люди, которым хорошо вместе. Им интересно узнавать друг про друга, про кота друг друга, мужа, кто куда ездил. Знаешь, есть такой знаменитый мем, что ваш педагог английского языка знает о вас больше, чем любой, не знаю, психотерапевт. Потому что на уроках английского языка обсуждается все. Что вы едите на завтрак, где вы были вчера, какой у вас смысл жизни. То есть запретных вопросов нет. И поэтому вам должно быть комфортно и хорошо с людьми. Русскоговорящий преподаватель или носитель языка? Неважно, если у человека есть профессиональное педагогическое образование. Когда я училась в университете, я работала в большой крупной школе иностранных языков. И у нас были русскоговорящие педагоги и носители языка. И проблема с носителями языка очень часто, что они просто не владеют методикой. Вот если бы, например, меня сейчас послали обучать кого-то русскому языку, я бы не смогла это делать так же хорошо, как педагог русского языка, который знает, как этот язык построен. Знаешь, мне иногда задают такой вопрос. Самому можно выучить? Да, да, это мой следующий вопрос. Давай, задавай его. Можно ли самостоятельно выучить язык по учебникам? Да, и при том, что, знаешь, когда я учила язык, у меня был один прекрасный дядечка на рынке, который мне, значит, тайно записывал на видеокассеты фильмы на английском языке. Вот как сейчас помню, когда я получила «Короля льва» на английском языке, для меня это был просто святой Грааль. Я на него не дышала, потому что можно смотреть фильмы на английском языке, сейчас это не проблема. Сейчас великое множество разных ресурсов. Но тут, знаешь, я тебе должна привести один пример. Корнея Ивановича Чуковского, который самостоятельно выучил английский язык. Корней Иванович Чуковский на самом деле два раза был в Лондоне, первый раз ещё до революции, а второй раз в 60-е годы, когда ему, между прочим, вручали степень профессора Оксфордского университета. Но мы сейчас вернёмся до революции. И вот Чуковский живёт в Одессе, работает в одесских новостях, в такой большой довольно газете. И эта газета считает, что, конечно же, обязана иметь журналистов в разных европейских городах. И встаёт вопрос, кого же послать журналистам в Лондон. А английский язык в газете знают два человека. Это Владимир Жаботинский, который впоследствии стал таким основателем идейности государства Израиль, и Чуковский. Но Жаботинский ещё знает итальянский, поэтому его отсылают в Рим. А как раз Чуковского посылают в Лондон. Как он выучил язык? Он, когда съехал от своей матушки и решил быть самостоятельным, он пошёл работать маляром. И вот он, значит, красил крыши в прекрасной горячей Одессе. И на какую-то свою первую зарплату он у матросов в порту покупает самоучитель по английскому языку, у которого, на минуточку, вырваны страницы с произношением. И вот он, значит, очень... Никаких ютубов у него нет, никаких социальных сетей. Посмотрите. Но он выучивает английский язык так, что его посылают в Лондон корреспондентам. Пока он плывёт в Лондон, у него крадут все вещи. У него остаётся одна корзинка с двумя утюгами. И он, значит, вот этой корзинкой с двумя утюгами, да, мы представляем Чуковского, вот этого огромного, высокого. Он выходит на берег и пытается, значит, полицейским что-то объяснить и сказать, помогите мне, куда бежать, вообще вещей нет, всё украли. Но говорит он примерно так «схаке», «кнове», потому что он вот как пишется, так и выучил, как это на самом деле... Как пишется, так и произносится. Чуковский, кстати, не знал, что он произносил слова так, как его произносили древние люди. То есть вот древний английский произносилась каждая буква. Мечта всех изучающих английских, да. Сейчас, потому что есть такая шутка, что пишется «Манчестер», читается «Ливерпуль». Это вечная головная боль. Но наш Чуковский, значит, выходит на берег, начинает каким-то образом писать им, они понимают письменную речь, и он, не знаю, там через месяц начинает работать в библиотеке Британского музея. Ему дают какой-то отдел русской, славянской. Можно ли? Конечно, можно. Мариан, я тебе на это отвечу словами моего дедушки. Мой дедушка, который, когда я начала учить французский, он мне говорит, так, Катя, давай преподавай мне французский, он, значит, на листочке выписал вот это «Ан, Де, Трои, Катре», вешал этот листочек на кухню и повторял. И вот мой дедушка говорил, Катя, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Марианна, я тебе скажу то же самое. Нет ничего невозможного для человека, который очень хочет, который желательно, чтобы у него был опыт изучения какого-то хотя бы иностранного языка до этого, любого. Всё возможно. Но я на своей практике таких не встречала. Поэтому Чуковский мне не встретился. Но при этом я знаю, что возможно всё. Но вот ты спросила про педагога. На самом деле, хороший педагог – это не просто ценный мех. Хороший педагог, я, наверное, здесь тебе приведу такую метафору гида. Вот мы, когда едем в какой-то город, можем мы погулять по этому городу самостоятельно? Да, конечно, да кто тебе мешает? Но хороший гид, он знает, где тебя забрать, то есть где наша начальная точка, и он знает, куда тебя привезти в конце, где вы закончите эту экскурсию. Также хороший педагог. Он смотрит, в каком состоянии ты находишься сейчас, и знает, как и куда тебя привезти, и знает вот эту дорогу, потому что очень часто эта дорога у всех индивидуальная. Кроме того, да, мы, конечно, можем в Википедии прочитать про город и сказать, а, ну вот, основан в таком-то. Но хороший гид, он до экскурсии прочитал, не знаю, 120 книг по этой теме, сделал из этого какую-то такую выжимку, и тебе рассказывает самое интересное. А ты начинаешь копать, а он и там знает, а он и тут знает. И также хороший педагог, да, хороший педагог – это не просто человек, который просто сам выучил язык. Он на этот язык посмотрел еще с разных сторон, изучил его, и знает, каким образом рассказать об этом своему ученику. И также хорошие гиды, они знают тебе, где подсказать, где кофе вкусное выпить, а куда сходить на концерт вечером, не вот куда все туристы ходят, а куда ходят местные. И также хороший педагог, он знает большое количество каких-то, знаешь, секретов, фишек, а как тут запомнить, а почему тут. И вот это, на самом деле, такой вот вопрос. Ну вот давай конкретно по шагам определим, как все-таки должно происходить обучение иностранному языку. Это, не знаю, как учить слова, карточки, списки, повторять, учить наизусть стихи, как смотреть правильно фильмы, субтитрами, без субтитров, слушать постоянно, чтобы у тебя каким-то фоном, не знаю, СНН работало, или это вот целенаправленно ты садишься и вникаешь. Как правильно? Смотри, мой подход заключается в том, что у вас должен быть простроен маршрут. Изучение иностранного языка может ли идти от студента? Вот ты пришла сегодня и говоришь, Катя съела ужасное авокадо, и мы начинаем с тобой говорить про авокадо, и описывать его цвет, текстуру и так далее. Можно? Можно. Есть такой даже подход в преподавании, называется док-ми. Когда мы идем от студента, у нас нет никакого плана. Я являюсь приверженцем того, что нужно все-таки иметь вот эту канву. То есть нужно понимать, откуда ты идешь и куда. В этом очень помогают уровни знаний иностранных языков. Поэтому обязательно должна быть программа. Это первое. Теперь вот то, что ты говоришь, как изучать. Один из первых навыков, который у всех проседает, это аудирование, понимание речи на слухе. Я не знаю, насколько это правда или нет, но в методической среде есть такая байка, что в советской школе обучение иностранным языкам было построено таким образом, чтобы люди могли читать со словарем, потому что нам надо перенимать опыт технический, но ни в коем случае не должны ничего понимать с вражеских радиостанций или тем более говорить, потому что еще секреты какие-то из Советского Союза выдадут. Я не знаю, правда это или нет, но вот все люди, которые приходят с тем бэкграундом, именно имеют такой результат. Да, то есть удалась эта программа. Но если мы вспомним, как ребенок, естественно, учит свой язык, вот он просто учит свой язык, на самом деле ребенок начинает говорить по-разному. Кто-то в год, кто-то в два, у меня сын, не знаю, около трех заговорил. Он эти три года не просто сидит, а он аудирует бесконечно. Были исследования, что мама, которая говорит с ребенком, вот просто малыш еще только родился, она использует какой-то там 75 фраз за 20 минут. Ребенок ей может ответить, не может ответить, но она делает паузы, где нужно, она ждет как будто бы ответа, задает ему вопросы сама, на них отвечает. Вот это аудирование, вот представь, да, два-три года аудирования. И очень часто у взрослых, которые начинают изучать иностранный язык, этот пласт отсутствует. У нас нет времени посвятить два года, сидеть и слушать. Максимум в машине за рулем, пока едешь на работу. Абсолютно. Тут я просто восхваляю, у меня было несколько учеников, кто-то был вообще фанатом компьютерных игр на английском языке, у них очень хорошо прокачано, я тебе хочу сказать, вот эта пассивная часть языка. Или какой-нибудь фанат сериалов, знаешь, когда еще нет переводов, вот это прекрасно. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это обеспечить себе аудирование. Каким образом это можно сделать? Во-первых, есть прекрасные подкасты. Подкасты, да, это маленькие радиопередачи, которые вы можете слушать. Подкасты – один из самых экологичных способов потребления информации. Почему? Потому что вас никто не заставляет, там нет никакой рекламы, они бесплатные. Вы находите подкаст, который вам нравится, их очень много, BBC делает прекрасные подкасты для изучения языка, их очень-очень много разных, маленькие, большие, длинные, про изучение вокабуляра, про грамматику, и просто себе в ежедневную рутину вписать прослушивание подкастов. Это гораздо лучше, чем, это гораздо проще, чем, например, даже смотреть что-то, потому что подкасты ты можешь послушать, как пока ты идешь в супермаркет за продуктами. Вот 10 минут – идеально. Гуляешь с собакой, пожалуйста, подкасты. Это просто очень-очень классно. Если тебе нравится слушать песни, вот у меня, например, дочка, она в какой-то момент стала меломанкой, и она просто цитирует вот такие, знаешь, куски языка из песен. Прекрасно. Слушай песни. Смотреть сериалы – прекрасно. При том, что вот ты спросила, как с субтитрами, без субтитров. Это, во-первых, конечно, зависит от твоего начального уровня. Но очень есть такой хороший способ смотреть ваши любимые фильмы на языке, которые вы знаете наизусть. На русском. Абсолютно. Вот я летела из Японии пару недель назад, и был большой перелет, и я вот смотрела на итальянском дневник Бриджит Джонс, который я знаю просто наизусть. Счастье невероятное, потому что, во-первых, это очень смешно, как они говорят на итальянском, а во-вторых, это очень хорошо прокачивает. То есть ты уже, у тебя снимается стресс, что ты что-то не поймешь, да ты наизусть уже все знаешь. Или вот, знаете, еще, если ни у кого не было опыта, посмотрите какие-нибудь советские фильмы на иностранных языках. Вот, например, «Москва слезам не верят», да, «Оскаровский фильм», он переведен на итальянский. Это очень забавно, как Гога говорит на итальянском, да, или на «Шиды все прекрасные героини», или на английском он переведен. Вот посмотрите такой фильм на языке, потому что вам не нужно будет тогда читать субтитры. Субтитры — это все равно костыли. Во-первых, конечно, нельзя смотреть с русскими субтитрами, потому что наш мозг очень ленив, он вообще забудет, что там происходит, он будет читать. Мы не практикуем чтение. Поэтому, если, например, вам хочется посмотреть какой-то фильм, посмотрите его, например, сначала на русском, чтобы снять с себя этот стресс, а потом посмотрите на языке. Когда к преподавателю приходят студенты, первое, что он делает, определяет уровень. Что это за уровень? Вообще, что это за уровни? Для чего они нужны? И можно ли свой уровень самостоятельно определить? Смотри, на самом деле, это очень хороший вопрос, потому что, вот я думаю, что когда ты изучала еще в школе, я изучала, вот уровней каких-то понятных не было. Мы знали все elementary, pre-intermediate, intermediate и так далее. В конце 90-х годов Совет Европы понял, что вот эти уровни, каждый язык, каждая страна понимает, вот как ей на душу легло, так она их и понимает. И они решили разработать общеевропейскую систему уровней иностранного языка, которая будет подходить ко всем языкам. Изучаешь ли ты французский, итальянский, английский, неважно. Вот в Японии, например, своя система, но вот европейские языки подчиняются. Эту систему разрабатывали практически 10 лет. В 1996 году ее, наконец, разработали, а в 2001 году ее начали принимать повсеместно. Вот поэтому мы перешли на вот этих уровней Elementary, Intermediate на уровни, которые делятся следующим образом. Их шесть. Первые два уровня, А1, А2, это базовые знания языка. То есть это такие уровни выживания, грубо говоря, чтобы ты могла заказать еду в ресторане, зарегистрироваться в отеле и так далее. Они такие базовые. Второй уровень, это B1, B2, это так называемый независимый пользователь иностранным языком. Чтобы ты понимал, например, уровня B2 достаточно, чтобы поступать в вузы, если это не лингвистическая специальность. Но если вот человек хочет, например, учиться где-то за границей, ему нужен уровень B2. Поэтому, например, уровень B2 очень много и часто сдают. И там как раз толпы на этом уровне, на экзамене. И профессиональный пользователь языком — это уровни C1 и C2. И C2 — это уровень не просто носителя языка, а образованного носителя языка. И у каждого из этих уровней абсолютно свои задачи и свои проблемы, и сложности, с которыми студент как раз сталкивается. Ну вот для примера тебе приведу. То есть если человек, который приходит, совершенно ничего не знает на языке, ему как раз нужно научиться понимать, не бояться, уметь говорить, уметь объяснять, когда ты не знаешь каких-то слов, какие-то такие навыки действительно выживания, то на уровне, например, B2, C1 встаёт совершенно другой вопрос и проблема. Возникает так называемый эффект плато. Это что? Я уже вообще всё понимаю, я уже объяснить тоже всё могу, но мой язык не идёт как бы дальше, не делает вот этот скачок. Прогресса уже нет. Совершенно верно, потому что на этом уровне нужно сделать такой скачок по вокабуляру, очень-очень серьёзный. Грамматику практически к уровню B2 человек уже всё знает. Конечно, есть более сложные грамматические структуры, которые изучаются дальше, и они тоже очень важны и имеют место быть. Но вот именно вокабуляр изучать очень сложно. Почему? Знаешь, есть такая пословица в методике без грамматики мало что можно сказать, без вокабуляра нельзя сказать ничего. И если одна грамматическая структура потенциально продуцирует до 3 миллиона различных предложений, на present simple ты можешь целый роман написать. А вокабуляром так не работает. Изучение слов — это как вот, знаешь, собрать такое колье, и вот ты по одной бусинке так вот собираешь, 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 и это на самом деле очень сложно. Кроме того, на вот высоких уровнях, у меня как раз очень, большинство моих студентов высоких уровней, у B2, C1, есть другая проблема. На этих уровнях очень часто приходится работать с тем, чтобы человек развивал свои навыки вообще мышления. Есть такое понятие, что у нас есть какие-то базовые навыки мышления, ну, нам, грубо говоря, нужно уметь запомнить, понять, да, и каким-то образом элементарно применить. Но есть и более высокого уровня навыки, нам нужно суметь сопоставить, суметь выразить своё мнение, суметь произвести что-то. Ты не представляешь, какое большое количество студентов не знают, как ответить на такие, знаешь, глобальные вопросы. Я преподаю ещё педагогам, я всегда педагогам говорю, задавайте своим студентам вопросы, которые им никто никогда не задавал. Вот как решать глобальные проблемы? Вот, например, у нас сейчас есть перенаселение в Индии. Вот мы смотрели про тренды 2023 года с моими студентами, и вот есть проблема перенаселения планеты. Что с этим делать? Я знаю, я не знаю. У меня есть прекрасная ученица, которая говорит, так, Катя, а ты как думаешь? Я говорю, я здесь задаю вопросы. Но на самом деле такие вопросы заставляют человека думать на совершенно другом уровне. И вот это и этому тоже приходится учиться на этих уровнях, потому что уровень С1, С2, это, опять же, повторюсь, не просто, что ты знаешь какое-то определенное количество слов или грамматических структур. Ты можешь мыслить и выражать ясно свою позицию на языке. На самом деле мы удивимся, какое огромное количество людей на своем родном языке не могут выразить какое-то свое мнение. Их очень-очень много. По поводу как правильно учить слова. Все-таки карточки, списки, стикеры развешивать. Тут я хочу сказать, все, что для вас работает, прекрасно берите. Любой изучающий иностранный язык должен быть таким хомяком. Вот вы должны все тащить. Стикеры класс! Карточки прекрасно все беру. Но тут мы сталкиваемся с тобой с другой проблемой. Потому что есть два момента. Момент первый. Нужно очень четко понимать, что значит знать слово. Вот знать слово это не просто знать, что table черточка стол. Чтобы знать слово, нужно знать, как оно произносится. Это не всегда очевидно. Привет стамок, например, в который никто не может произнести правильно. Или какое-нибудь слово answer, в котором все произносят W, ты можешь уже 150 раз сказать, все равно скажут answer. Вот какой-нибудь. Как оно произносится? Что оно значит? Мы помним про полисемию. У многих слов много разных значений. Они могут употребляться в разных контекстах. Но еще самое главное, как оно употребляется? Вот, например, мы знаем слово влиять. Вот я выучил слово влиять. Influence. Вот я его знаю. Но когда мы ставим его в предложение, оказывается, например, что в английском оно употребляется без предлога. В русском мы говорим «я влияю на мир», а по-английски мы говорим «I influence the world» без всяких предлогов. Вот как это слово употребляется, какие слова часто стоят рядом с ним, какие предлоги используются, а какие есть однокоренные слова. То есть вот так вот если подумать, знать одно слово, если ты расклеишь 150 карточек, но там будет просто написано слово «перевод», это будет гораздо менее эффективно, чем ты сядешь и изучишь три слова вот так вот досконально, послушаешь их. Есть прекрасный сайт, где можно послушать, как это слово употребляется действительно носителями языка в видео на YouTube прямо в контексте. Вот ты слушаешь, что «о, так, а люди действительно его говорят». Потом нужно еще, конечно, научиться говорить это слово и употреблять, и рассказывать про себя. Поэтому учить слова нужно, умея, знаешь, вот так вот сконцентрироваться и уделив время на одно слово. Вот видишь, как сложно. Очень. Сейчас уже половина людей испугают, скажут, да ну его, этот английский. Но это безумно увлекательно, потому что слова это такой кладезь невероятных культурных кодов человеческих. Например, вот мы, например, так как я летала в Японию, а я очень эгоистичный педагог, я со своими студентами делаю то, что интересно мне. Вот мне интересна Япония, мы с ними изучаем Японию. И вот я летала в Японию, мы смотрели видео про привычки японцев. И, например, в Японии есть такое слово «итадакимас», которое японцы говорят, когда они кушают. И вот это такое, знаешь, у нас тоже есть такая благодарность, но не просто за еду, а я говорю спасибо всем, кто её приготовил, всем, кто её вырастил. Я благодарен этой креветке, что твоя жизнь становится моей жизнью. И таких слов везде очень-очень много. Слова это просто счастье, как можно не любить их изучать. При этом, знаешь, есть такое правило, что слово нужно встретить минимум семь раз в новом контексте. Вот то, что ты сейчас говоришь, сейчас половина, значит, пошли пить валерьянку сразу же после этих слов. Я тебе хочу сказать, что есть магия. Язык в какой-то момент начинает тебе помогать. Я в это верю. Если ты открыт вселенной, вселенная открыта тебе. Вот как только ты выучил одно слово, происходит волшебство. Ты начинаешь его встречать вообще везде. Ты просто его начинаешь узнавать. Абсолютно. Но это же магия, понимаешь, ты не видел его, а тут оно и тут встретилось, и тут в Ютьюбе почему-то видео в каком-то его сказали. И это на самом деле такое счастье, потому что у тебя прямо что-то такое дзынькает. Ты говоришь, ааа, класс, а я это знаю. Вот ты знаешь, я когда готовилась к этой программе, я поговорила с несколькими людьми, которые сейчас в данный момент изучают английский, уже взрослые люди. Например, один человек мне говорит, вот я понимаю слова, когда иностранец говорит, но смысл фразы я не понимаю. Или, например, другой говорит, я вот вроде бы учу и знаю что-то, но приезжаешь куда-то в Европу, я не понимаю, что они говорят. Что с этим делать? Это барьер какой-то или что? Смотри, есть два момента. Момент первый это аудирование, это недостаточное аудирование, нужно очень-очень много слушать. Второй момент это то, что я тебе говорила, да, нужно не просто знать слово, написать его на карточке и приклеить на стену. Может быть, это очень красиво и эстетично, но это не очень работает. Нужно сочинить про него какое-нибудь предложение про себя, произнести его десятью разными голосами, да, например, как будто бы ты там актер, который выступаешь, или уставшая старушка, или какая-нибудь мать в огне с тремя детьми. Вот ты когда это проживешь, это слово, а есть еще один момент, я расскажу тебе историю. У меня была подруга, которая училась со мной вместе, и вот мы с ней учили, учили, значит, этот язык, пять лет в университете, не знаю, сколько там часов каждую неделю. И она поехала в Великобританию. Она так хотела и ждала этой поездки. Вот она мне приезжает и рассказывает, Катя, ты не представляешь. Я, значит, потерялась в Лондоне, конечно же, подхожу к полицейскому, это еще было тогда, когда не было никаких карт, и его спрашиваю. А он мне что-то отвечает, а я ничего не понимаю. Это, говорит, не просто человек, а это профессионал, уже дипломированный специалист. Она говорит, я вот так вот на него смотрю, я села и заплакала. И он, говорит, так испугался, и, говорит, случилось чудо. Он, значит, начал меня успокаивать и начал говорить на понятном мне английском языке. И из этого есть очень важный урок. Разрешите себе быть иностранцами. Для этого очень терапевтично посмотреть, как люди говорят на русском языке. Вот я всем своим студентам показываю прекрасную француженку, которая учила русский язык. И она говорит довольно хорошо, но неправильно подбирает слова как раз эти коллокации. У нее смешное произношение. Все на нее смотрят и умиляются. И я всегда говорю, почему вы думаете, что люди вас осуждают? Да, если вы знаете четыре слова, ваша улыбка, и прекрасно. Улыбка вообще вас доведет куда вам нужно. Поэтому разрешите себе быть иностранцами. Не надевайте на себя вот этот костюм отличницы. Это одна из проблем, понимаешь? Это точно. Быть отличником. Вот либо я скажу идеально, либо никак. Я буду молчать. Либо я буду молчать. Совершенно верно. Знаешь, у меня есть, мне недавно встретилось на моем жизненном пути прекрасная Ксения, которая очень давно преподает в школе. Она педагог русской литературы. И вот она говорит, Катя, знаешь, кто мои любимые ученики? Это принципиальные троечники. Это такие троечники, которые знают, что им надо, и изучают. А что не надо, оно им и не надо. Вот я призываю всех, кто нас смотрит, изучайте язык как принципиальный троечник. разрешите себе делать ошибки, смеяться над ними вместе с тем, с кем вы говорите. Это просто нужно отпустить, расслабиться. Вот этот, не знаю, Мария Ивановна, которая с указкой у вас сидит в голове, купите ей какой-нибудь прекрасный торт, отправьте в кладовку, пусть она там посидит с сериалом, посмотрит, а вы будете наслаждаться языком. Катя, язык и возраст. В любом ли возрасте можно выучить иностранный язык? Или уже если 65+, уже поздновато? Очень классный вопрос. И у меня есть на него ответ. У меня как-то так сложилось, что в группе, в одной группе было два студента, им было около 50 лет обоим, и они были, как бы сначала изучали язык. Но это были совершенно две разные ситуации. Один студент никогда, ничего до 50 лет не изучал. Вот он как в школе, в институте закончил, он стал большим начальником, у которого был какой-то компьютер на столе, который даже был не подключён. Он просто всем отдавал какие-то приказы. Он был прекрасный человек, но вот он никогда больше не учил ничего. Второй студент был профессором психологии и очень активно преподавал в университете, ездил на различные конференции по России, у него не было языка. И я тебе хочу сказать, что это были две абсолютно разные ситуации. Ты понимаешь, что второй студент начал шагать семимильными шагами вперёд. Это не зависит от возраста, это зависит, насколько твой мозг привык учиться. Наш мозг, наша память, это мускул. Я могу и занимаюсь этим очень часто, лежать на диване и мечтать, как у меня будет идеальное тело. Вот я сейчас на этом тут лежу и когда-нибудь, значит, у меня будет прекрасная талия, я влезу в своё, не знаю, любимое платье, в которое уже не влезаю не знаю сколько лет. Мечтаешь, ты закусывая круассан? Конечно. Круассан, жареная картошечка, вот эта вот на ночь, докторская колбаса. И моя фантазия уносит меня вдали. Но я понимаю, Мрян, что если я не встану с этого дивана, не перестану есть картошку на ночь, а я хотя бы буду её есть днём, и не начну качать пресс, но он не появится. Я могу об этом мечтать и визуализировать, и клеить на все карты. Я вообще очень люблю это. Клейте куда хотите, что хотите, но, пожалуйста, начните действовать. Вот это, знаешь, то, что меня очень расстраивает, потому что социальные сети сейчас презентуют изучение языка как что-то очень простое. Вы выучите за 30 дней. Не бывает. Поймите, что так не бывает, но если вы будете постоянно, постоянно развивать свой мозг, то всё получится. Кать, вот в интернете как раз сейчас много советов по изучению иностранных языков, многие из которых не то что полезны, а даже вредны. И я знаю, что в преподавательском сообществе считают это не наукой, а каким-то вообще инфо-цыганством. Давай о мифах об изучении иностранных языков поговорим. Вот, например, я начну. Что алкоголь очень полезен, он помогает раскрепоститься, расслабиться, и иностранная речь из себя просто льётся прекрасным потоком. Так ли это? Тут мы должны понять, что алкоголь на всех действует очень по-разному. И это такой совет, который, наверное, ни один профессиональный педагог не даст. Конечно, если вам хочется выпить бокал вина и почувствовать себя прекрасной, чудесной, да пожалуйста. Но это не имеет отношения именно к изучению языка. Совершенно верно. Таких мифов очень много. Например, на очень большом количестве курсов я слышу такую историю, что артикли не важны. Или, например, английский — это 3-4 времени, остальное не нужны. Вот это всё, я не знаю, зачем это люди транслируют, но я думаю, что просто такие идеи продаются лучше. Неправда. Артикли — это удивительный, волшебный мир. Времён в английском языке 12, а то ещё и больше, есть ещё пассивы, условные предложения. И это классно. Это всё используется, самое главное. Это всё используется постоянно, и вы постоянно будете это слышать. На самом деле, не нужно думать, что студенты глупые, они скажут, о, да, нет, ну 12 не пойду учить. Ну вот если бы было два времени, я бы, может, ещё подумал. Не так. Про это нужно рассказывать не так. Надо сказать, слушай, так классно, мы сейчас с тобой на А1 выучим present simple, present continuous, и возьмём чуть-чуть прошедшее, чуть-чуть совсем будущее, там, какое-то элементарное, а потом, ты представляешь, какие чудеса начнутся. На А2-то уже present perfect, который все просто обожают. И вот это всё, на самом деле, это, ну, какая-то, знаешь, такая упрощение, ради чего мне непонятно, особенно вот с артиклем, да вообще их можно не употреблять. Да нельзя, да нельзя, артикли это очень, на самом деле, просто, просто так как их нет в русском языке, у нас нету привычки их употреблять. На самом деле, я вам могу на пальцах объяснить, что артикль э-эн произошёл от слова one, не было в древнем английском языке никаких артиклей, не было. Все говорили one, вот one, понятно, сократилось, стало э-эн. То же самое, что the, произошёл от слова this or that, этимологически. Вот этот, для нас это, а зачем это им надо? У меня есть прекрасная студентка, которая всё время возмущается на английский. Ну, у них тут всё не по-человечески, говорит, она вздыхая, уже очень много лет мне. Я с ней соглашаюсь, говорю абсолютно по-другому. Я говорю, претензии пишем, значит, вот сейчас королю уже, королю, Карлу Третьему, в Оксфордский словарь, в Кембриджский, Макмиллан, куда хотите, вас примут, выслушают и окажут психологическую помощь. Да, но есть и полезные советы. Я не знаю, вот согласишься ли ты со мной, думаю, что да. Вот то, какие мне понравились. Например, изучай иностранный язык, найдите себе любовника, который говорит на этом иностранном языке, который ты изучаешь. Мне кажется, прекрасный совет. Идеально. Я абсолютно согласна. Да, прекрасно. Можно вообще себе какую-то мотивацию придумать. Например, я однажды хочу встретиться с Бенедиктом Камбемберчем, гуляя по Лондону, и переброситься с ней парой слов. Вот, конечно, господи, любовник, да чудесно, если он есть. Вообще, любое погружение в среду, это прекрасно. Если это идет еще и через любовь, господи, какая прекрасная мотивация. На самом деле... Еще важно, как мне кажется, говорить, несмотря на то, что, может быть, ты действительно знаешь пять слов и говоришь с диким, с чудовищным просто русским акцентом, все равно не молчать, а говорить. Абсолютно, абсолютно согласна. И нужно начинать это делать прямо с самого-самого начала. Убрать всех своих критиков, говорить вот как можешь, так и выражать свою мысль. Надо помнить, что язык, это прежде всего прообщение. Если вы жестами, тремя словами и своей прекрасной улыбкой объяснили человеку, что вы хотите... Моя мама... Я приведу пример моей мамы. Моя мама знает на английском языке две фразы. Это капучино-е и оу-май-год, пишет она мне все время, вернее, посылает сообщение в наших чатах. Ничего, она общается, она очень коммуникабельна, она может купить в аптеке все, что ей нужно за границей, она может решить проблемы в отеле, потому что она открыта этому миру. Язык это про общение, про то, чтобы не бояться говорить и наслаждаться. Ну хорошо, может быть, все-таки ты же и во многом и психолог тоже. Как психологически разрешить себе делать ошибки? Вот убрать этот синдром отличницы пресловутый и все-таки на корявом английском, но сказать. Ну вот для своих студентов я делаю такое задание, что вот тебе две минуты, ты говори, как хочешь, вот у тебя тема, что хочешь, но ни одного русского слова. Это на самом деле очень снимает вот этот строк. Барьер. Вы можете делать это дома. Я когда сама изучала язык, я шла от центра, где я его изучала. О, кстати, вот про любовника. У меня была прекрасная мотивация. Я вообще занималась балетом, а потом мама говорит, ну надо английский учить. Открылся центр иностранных языков в нашем городе. Я говорю, ну надо, надо. Все пошли, я тоже пошла. И мне попался высокий, темноволосый, прекрасный Тимур Андреевич. Тимур Андреевич, я вам передаю огромный привет до сих пор. Всегда я его вспоминаю. Я забыла про балет в свои 12 лет и пошла учить иностранный язык. Вот, поэтому да, конечно. Есть ли, Катя, люди, которые не способны к изучению языков? Вот, ну не дано. Есть же способности технические, есть гуманитарные. А есть люди, которые, ну не дано изучение языков? Или это все лень? Это не лень, это на тренированность мозга, Марьяна. То есть это вопрос, сколько у человека работает мозг в обыкновенной жизни, какое количество новой информации он осваивает. Притом зачастую это неважно. Может быть, человек, не знаю, керамикой увлекается, лепит рукой, лепит руками и все время пытается найти какие-то новые материалы. Поэтому, возможно, человек увлекается физикой и вот постоянно смотрит про ракеты, космос, запуски Илоном Маском, различных его ракет и так далее. Прекрасно. Но у человека должен постоянно работать мозг. Нету неспособных людей к языку. Мы же все выучили наш язык, правда? Выучили, выучили. Каким-то магическим образом это все произошло. Но это было в детстве, скажет тебе. Я согласна. И тут нужно признать себе, что в зависимости от вашего возраста вам будет это делать гораздо сложнее. Я могу рассказать про себя. Вот я, когда начала учить итальянский, уже мне было, наверное, 36-37 лет, я поняла вдруг, что то, как я учила английский и французский, мне казалось, это так все просто, так все естественно, до своих 25 лет. То, когда я начала учить итальянский, я вдруг поняла, чтобы просто стоять на месте, мне надо бежать в два раза быстрее. Это, ну, это факт. Мы ничего с этим поделать не можем. Но значит ли это, что я не преуспела в изучении итальянского? Нет. Я его изучаю, может быть, не так быстро, как я изучала английский и французский, но тут надо понимать, сколько времени я убила на эти два языка. Ну, не убила, потратила. На эти два языка. И что у меня итальянский, это раз в неделю занятия в группе. И я должна признаться, у меня не всегда есть время на домашнее задание. Но я вот много слушаю подкастов, стараюсь смотреть тоже фильмы. Вот есть мнение, что достаточно знать, ну, допустим, 500 слов на языке, и ты уже будешь себя чувствовать достаточно комфортно, можно будет на нем вполне сносно объясняться. Так ли это? Или нужно десятки тысяч? Смотри, это такой, знаешь, вопрос с подвохом. Потому что есть такая цифра 3000, на самом деле, слов. Это, да, Оксфордский словарь использует 3000 слов, чтобы объяснить любое слово в языке. И вот мне, когда студенты слышат эту цифру, они говорят, Катя, а где взять этот список? Мы сейчас как все выучим, вот эти 3000 слов, значит, разделим. Я помню, когда в школе читала летом, знаешь, вот эти произведения «Война и мир», я себе так странички делила, так, значит, по 20 страниц в день. Вот так же, студенты. Это не работает, потому что, если ты заучишь этот список слов, в списке слов это вообще очень неэффективно, на самом деле. Это не значит, что ты будешь их понимать, ты сможешь их использовать, поэтому эта история такая очень тяжелая. Я бы на нее не ориентировалась. Около 2500 слов будет уже прям такой... Продвинутый. Продвинутый. Но когда они у тебя в активе, понимаешь, когда ты их сама используешь постоянно, адекватно и можешь применить к месту. Можно ли учить несколько языков одновременно? Нужно. Всем студентам, которые у меня начинают возмущаться английской грамматикой, артиклями или произношениями, я говорю... Учите китайский. Абсолютно. Дорогие мои, значит, ваше задание идем, выбираем себе любой язык, шведский, итальянский, китайский, не знаю, хинди, и начинаем язык. Английский вам покажется просто песней и прекрасным, чудесным облаком счастья. И это не просто так. На самом деле, чем больше языков ты учишь, тем больше связей ты видишь. У нас же все равно языки европейские основаны в основном на латыни. Ты по вокабуляру уже очень много чего понимать начинаешь, если ты, конечно, не китайский, не японский, а там просто у тебя мозг перешивается, и ты становишься просто великим человеком. Абсолютно. И достигаешь нирваны. Изучать языки это счастье, но учите тот язык, который вам очень нравится. Ну, я не знаю, вот я тоже проходила тут собеседование на итальянском, и меня как раз итальянец спрашивает, а почему вы учите итальянский? Я говорю, да это же счастье. Я утром включаю песню Филичита и, значит, вот ее бегаю по квартире, жаря завтрак, пою, и это же просто счастье. Ну, то есть, как это можно по-другому воспринимать? Или Челентана, который мне с детства, значит, поет. Вот это все. И я думаю, ну, это же чудесно. Ну, то есть, это просто радость говорить на этом языке. Он очень красивый. Так же, как и все остальное. Так же, как французский. Но ты начинаешь говорить на французском, и ты сразу, у тебя шарф заматывается, ты становишься такой весь такой шарман, он пюфоль и так далее. Это же, ну, это счастье. И не нужно смотреть на это. Учите языки. Много, разных. Вот у меня, например, дети учат четыре языка, и ничего прекрасного. Вот, кстати, по поводу детей. Как, с какого возраста детей надо начинать обучать иностранному языку, и как проверить их уровень, как контролировать вообще их подготовку, если родитель, например, не говорит. Ну, допустим, дети учат китайский, а родители не могут его проверить. Понимает он, не понимает. Как контролировать? Смотри, с какого возраста изучать? С любого, в каком вы поняли, что классно было бы, чтобы ребенок говорил на языке. Если вы об этом задумались очень рано, то я рекомендую начинать тогда, когда вот ребенок у вас уже на своем языке говорит довольно хорошо, найти ему классную группу, вот это важно, не индивидуального педагога, а какую-нибудь классную группу с очень простроенной методической программой, где вот эти песенки, различные разработанные программы, это просто счастье. Это правда. Тогда у вас к школьной паре у вас ребенок уже будет уметь читать, у него не будет никаких барьеров и так далее. Это в идеале. Ну, с любого возраста. В 10 лет решили, пожалуйста, в 10. Я начала в 12 лет, вот я говорю, когда мама меня отправила. Контролировать. Это тоже большая боль всех на самом деле родителей, потому что ты вот нашел педагога, отдал ребенка, что там происходит, да кто же его знает, я сам не говорю, ну, я, конечно, могу тетрадки вот эти проверить с ним, но это, я всегда говорю, ни в коем случае, не надо ничего проверять, не надо ничего делать. Если вы со своим ребенком сделали домашнее задание, а я-то как пойму, что он не усвоил это, значит, это у нас что-то произошло, что-то не сработало. Поэтому всем родителям я рекомендую отправлять своих детей на сдачу международных экзаменов. Финальное. Все-таки твои советы и резюме. Как наконец-то выучить иностранный язык во взрослом возрасте? Первое, полюбить язык. Не сопротивляйтесь ему, впустите его в свою жизнь, станьте немножко англичанином, французом, итальянцем. Какой бы язык вы не выбрали, это будет прекрасно на самом деле. Поменяйте свое восприятие этого процесса. Второе, разрешите себе быть принципиальным троечником, разрешите себе быть иностранцем, разрешите себе делать ошибки. Ошибки говорят только о том, что вы учитесь, вы идете туда, где вам еще что-то неизвестно, и это нормально. Третье, это, наверное, найдите себе каких-то сообщников по изучению языка. Это может быть прекрасная группа. Найдите себе проводника, хорошего педагога. Сейчас такое огромное количество чудесных учителей, педагогов, которые делают просто невозможное, влюблены в свой язык. Найдите тот формат, который комфортен вам и который вписывается в вашу рутину, не нарушая ее. То есть, чтобы вот это не было о, на английский кащиться, спасите, помогите. Нет, вот так не должно быть. Вы должны сказать, о, сегодня английский, так здорово, сейчас с ребятами увижусь, мы сейчас столько всего обсудим, решим проблемы мира, которые никто не может решить, а мы решим. Найдите себе это. И, конечно же, включите язык вот в вашу повседневную жизнь. Слушайте подкасты, смотрите сериалы, слушайте музыку, читайте книги. Вот я большой фанат Гарри Поттера. Я читаю Гарри Поттера со всеми своими студентами, сделаю 500 курсов, потому что я обожаю Гарри Поттера. Ну как можно не любить Гарри Поттера, да, и, я тебе открою секрет, а когда я вечером принимаю в ванну, я читаю Гарри Поттера на итальянском. В слух себе. И мне это доставляет просто огромное удовольствие. Катя, спасибо тебе огромное. А ты еще спрашивала, для чего здесь слово любовь. Вот видишь? Абсолютно. Любовь. Спасибо. Это была Екатерина Негматулина и я, Мариана Минскер. Всем любви и учите иностранные языки. И подписывайтесь на телеграм-канал РТВИ. Там много важного. Абсолютно.